Акмал Кадри, мастер спорта по силовому ногоборью, многократный чемпион Африки и Азии по греко-римской борьбе, тренер по силовой подготовке юношеской команды по гребле Великобритания. Его специализация – тренировки по снижению жировой массы и наращиванию мышечной, восстановление после травм, индивидуальный курс при проблемах со спиной, функциональный тренер. Входит в пятерку лучших фитнес-тренеров Москвы по версии журнала GQ 2014 года. Приветствую тебя, Акмал. Здрасте. Ты знаешь, что я тренируюсь у тебя. Все знают наш любви фитнес, где ты тренер. Знают то, что ты помогаешь Константину восстановиться с его болезнью, которая на него неожиданно напала. Но тебя Акмал знает мало. Ты расскажи, пожалуйста, о себе. Как ты вообще египтянин появился в России? Я приехал сюда ради познакомления с человеком, которые читали, что человек, конечно, это женщина. Любовь привела в России. Чтобы никто не подумал, что в наше время нас сейчас все можно. Русский язык богатый, можно. Человек – женский пол, так называется. И моя жизнь изменилась. Я понял, что это то, кто, который хотел всегда быть рядом. Я с такими поколениями, которые не египты, вообще у нас в песне не только романтика, у нас нету обычных слова. Это как, знаете, как у вас раньше в фильме «Черно-белый». И такие красивые слова. Не тот, который мы сейчас слышим. Я вырос в такой дом, очень культурно. И серьезно очень семья. Тебе отец воен? А? Тебе отец воен? Я понял, что то, что у меня было в жизни воспитание так интересно кому-то, других людей. Я думаю, что всех так можно воспитывать. Потом, когда случайно что-то рассказывают, я понимаю, что в России для них это необычно. Потому что культура другая. Ну, например, мы просыпаемся утром, и папа оставляет нас целывать руки мамой, ноги мамы. Это для вас непонятно почему. Но у нас это понятно. Это почему. И того подобного. Мы не можем отдавать вопрос дома. Ты ребенок, здесь я тебя воспитываю, я тебя кормлю. Пока ты идешь отсюда в другой мир, твой мир. Там ты сам хозяин. Поэтому и к каждому культуре есть менталитет. И к каждому менталитету есть разное понимание жизни. Зависит от твоего образования и воспитания. Вы знаете, я очень многокультурный человек. Я читаю, насколько у меня выкладываю, вы просто не представляете. Скажи, когда ты приехал в Россию, как тебе культура России? Меня очень понравилось. Вообще прямо понравилось. Меня понравилось. Я когда посмотрел первые фильмы, это было, как называется, где Саша Белли, как называется фильм. Да ты что, это бригада. Бригада, да. Меня понравилось очень русским. Потому что, знаете, я смешивался с очень многими нациями. В Египте очень много наций там живет до сих пор. И в соседних домах очень много тоже наций. И в Египте очень много приезжали работать, зарабатывать. За какой-то период, в 70-х годах, валюта египтская, она очень высокая. Даже один фонд стоил около 4,5 доллара. Меня очень понравилось, что русский народ, как бы ни было, есть агрессия, и очень добрые люди. Вы не представляете, сколько вы добрые. Интересно. В сравнении с другими восточными хитростями, вы, может быть, умнее, но вы очень добрые. Акмал, ты рассказывал, что не просто все начиналось, я не сразу был фитнес-тренером. Тебе даже какое-то время пришлось поработать таксистом, да? Да, хуже, чем таксистом, и что. Я научился дома, что у нас не было кармана деньги. У папы только у тебя есть еда, лучи, одежда, школа, спорты и библиотека дома. Нет телевизора, потому что это отвлекает тебя от жизни. Нет, друзья, у тебя раз в неделю, в два часа можно играть с друзьями. Дальше у тебя есть и спорт, и образование. И временно, вот, книга, иди читай. И ты должен читать книгу и рассказывать про эту книгу, и писать еще коротко про эту книгу. Вот это мое воспитание. Хочешь деньги? Пошел работать, зарабатывай. Купи для тебя, например, сезонную обувь. Хочешь что-то еще обувь? Пошел зарабатывай. Это твоя мечта, а не моя мечта. То есть ты работаю не боишься? Нет, я с детства. Я такое отличаю от моей брата и сестры. Я очень гиперактивно и хулиган. И всегда у меня даже пошла спор с папой. И у нас это не принимает семья. И я очень люблю кроссовки. Вообще спортивные одежды. Не знаю почему, но мне нравятся очень кроссовки. И я видел такой крутой кроссовки. У меня такое, знаешь, как если вы видите в американский фильме ниггер. Они же любят такие кроссовки разные. Вот у меня именно это в крови. Ты знаешь, как женщины любят сумку. Яркие, которые не обещанно. Мне нравятся, когда обувь не обещанная. Не знаю почему, но мне это нравится. Я думаю, любой человек хочет почувствовать себя уникально. Может быть, потому что я был худой и древший. Это такое страшно. И не очень любили меня друзья. Смеялись на меня. Я хотел почувствовать быть лучше. Может быть, это чисто психология. Но я любил кроссовки до сих пор. Даже кроссовки, которые я дит и сейчас. Он у меня 12 лет. Вот, короче, я хотел купить эти кроссовки. Сказал папа. Сказал, это твоя проблема. Сам решай. Спросил у мамы. Сказал, сколько у тебя есть деньги. Я накопил деньги, которые, знаешь, учился на 5, например. Ну, получил какие-то деньги. Что-то сделал хорошо. Да, ну, у меня всегда так. У нас тоже так поощренно. Да, и что-то совершал хорошо. То, и получил это награду. Вот. И вот таких копейки, копейки. Я не знал, что думать. Я не знал, что думать. И случайно у меня глаза попало. Вот была пятница. Посмотрел фильм. Был тоже такой фильм иностранный. Дети, которые, знаешь, собрались деньги. Как собрались деньги. Они ушли куда-то. Покупали такие, знаешь, печенья и продавали. Ну, это иностранные фильмы. И какой-то ребенок он стал почистить машину. Мне понравилась идея. Я начинал ходить на соседние дома. Можно я почистил машину за 1 фунт, например. О, это круто. Ну, акмальщик, они все знают. Хулиган бегает везде. Вот. И очень любили животное. Поэтому в каждом доме жили в доме большой. У нас была собака. И каждый дом есть собака. Я подружился с всех собак. Всех знает меня очень. Поэтому они все соседи меня хорошо знают. Потому что я любил кормить собакой. Прихожу и кормлю хлеб такой. Вот. И согласились, отдали. Мне понравилось. Я все дом за дом за дом за дом. Собрал все деньги. И потом сказал, мама, вот у меня деньги. Пойдем покупаем этот кроссовок. Откуда это деньги? Ты кому-то что-то украл? Нет. Я так и так и сделал. Потом мама немножко спорила с папой. Вот тебе ребенок, что в такой возраст пошел зарабатывать. Сколько тебе было? У меня было 9, наверное. 9 лет. 9. Первый заработок. Да. Может быть чуть-чуть меньше. Конкретно. Мама была недовольна, да? Недовольна, потому что мама очень как элегантная семья. И у них это нять. Ну, наоборот. Ее обслуживали. Она не работала у кого-то. Она не зарабатывала с детства. Это было в таком времени, когда еще Египта была королевская. Она с такими семьями. Пока она стала государством. Они иностранцы тоже, которые жили. У них другой уровень жили. Ну, тебе это помогло в будущем? Когда ты, например, в Россию приехал, в Москву, и ты умел сам зарабатывать деньги. Да, я из этого возраста всегда зарабатывал. И потом, когда я хотел открывать тренинг, я могу прыгать, я могу рассказывать очень много, как я зарабатываю в жизни. Покупал одежду, шивал одежду. Покупал старые одежды. Старая игрушка. Помил, почистил, продавал. Сок и конфетка в школе я продавал. Ну, как я все, что угодно могу. Собака, которая дворняка, я красил их в черную и их продавал. Как в чарку. Да, да, они отманули все. Ну, что, закопить, а не стоит дешево. О, как. У меня собака родилась дома, я же не говорю, что это. Ну, вот она хочет покупать. Да, 10 фунтов. На самом деле, чтобы купить такую собаку, нужно 200 фунтов. И ребята покупали. Покупали, покупали. Я все дворняка продал. Вот. И как никогда не стоял на месте. Потому что я всегда, мне было очень много всего нужно. Восточные мужчины, мы как в крови, у нас есть торговля. Понятно, нация, значит, они очень давно торгуются. Я очень люблю торговаться. Любое что угодно. Мы жили, у нас было много манго. Я всегда их отрезал в большой такой, не знаю, как по-русски, ну, типа сандук такой, который дырка такой. И поехали на рынок, и продавали их. И зарабатывали деньги. Как разъезды? Ну, да, таких разъезды. У нас было 10 такая дерево банана тоже, когда они выходят, я их отрезаю и иду продаю. Я продаю все, что угодно. Как хочешь. Даже если тебе не нравится, я уверен, что я вас уговорю, и ты будешь продавать. И вот. Ну, я спорт из детства. А ты когда таксистом работал, ты рассказывал историю тогда еще на Тверской? Ох, это очень плохо. Стояли. Мне стыдно это сказать. Девочки. Работники, да, работники, да. Да, это... Не высокого социального уровня. Ну, я не знаю, как это красиво сказать по-русски, но пусть так, как вы говорите. А у тебя еще и... Я сначала хотел зарабатывать. Сначала нашел в дворе работу, и снег почистил. Ну, я не знаю русский язык, что делать. Вот я взял машину супруга, и сказал, я пойду отрабатывать. Как ты что, сумасшедший? В это время у меня была карта такая. Да, да, да. Навигаторов не было. Вообще, да. Это 2004 года. Ну, ладно, что... То есть, ты языка не знаешь, Москву не знаешь. Нет. Едешь по Тверской. Нет, я ничего не знаю, где я нахожусь. И я просто, я помню, где дом. Вот я оставляю точку, такой шарик, и круг. И я знаю что-то, это вот район, да. И все, я еду, просто еду, сидел. Тебя аж тормозя, да? У меня руки по мамам мажут, я нисколько фраза. Здравствуйте, здравствуйте. Да, 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 адрес, например, маршалла Захарова, что-то. Я ничего не понимаю. Я отвечаю, да, хорошо. Знаете дорогу? Да. Покажете? Да. Один километр двадцать рублей. Все. Посидел. Он показывает. Направо, налево. Я это понимаю. Направо, налево. Светофорты тормозили. У меня международные права. И все так. Конечно, встречалось очень много ситуаций. И драться, и украли телефон от меня. И куча всего. И Бремена, и чуть-чуть не родилась машина у меня. И муж и жена вообще развелись в машине. Куча вообще была проблема. Но ты, говоришь, рассказывал, как по Тверской ты едешь, тебя останавливают. Я скажу, это тебя. Вот. Я еду уже обратно, поздно. Я знаю, что это центр Москва. Уже я точно знаю дорогу как. Ну, очень быстро. Прямая, два прямая дороги. Останавливаюсь. Женщина. Все. Я останавливаюсь. Здравствуйте. Та-та-та-та-та. Я ничего не понимаю. Я говорю, вы знаете дорога? Она смеется. Не знаю, почему она смеется. Еще раз опять ничего не понимаю, что она говорит. Знаете дорога? И, короче, вызывает вторую девушку. Она по-английски разговаривает. Она поняла, что я иностранец. И говорит, что мне работа, такая работа. Поможем тебе расслабляться? Я говорю, спасибо. И я как уехал. И все. Это было адекватно. Я пытаюсь это говорить. А ты сказал 20 рублей, покажешь дорогу. Совершенно верно. Я так говорю. Вы знаете дорога? Да, знаю. Один километр, 20 рублей. Она смеется и смеется. И Шура, повторяйте, я не понимаю. Знаете дорога, да, один километр. Я повторю, как попугай. На 20 рублей она не согласилась. Да, на один километр. Она же будет работать, пока едет машина. Километр. Отойдите немножко, я не вижу дорогу. Вот. И меня это было очень стыдно, потому что я не знал такие вещи. Конечно, есть эта любовь страна. Но я с таком воспитанием, что я слышал, друзья, но я никогда это не попробовал. Меня это непонятно. Мне понятно, что ты влюбился в девушку, тебе нравится. Твоя семья, пошли к ее семье, попросили ее руки, согласовали. У вас месяца три знакомиться, приходите в гостя. Они к вам домой, мы к вам домой. Но я не встречаюсь с девушкой на улице. Мне понравилась в школе девушка, тоже самая семья. Приходит, познакомься. Наша присутствует, мальчик и девушка сидит, общается, разговаривается. Все нравится друг другу, свадьба. Дальше как... Вот опять такой мантилитет. Нет, такой, как у вас гражданский брак. Это мой молодой человек. Нет, нет. Даже если женщина за бремя без брака, она сидит в тюрьме. И рожится там. Просто вы понимаете, очень жестко и строго. И что? Нет, такой. До сих пор такой. Аква, ну а как ты стал тренером потом? Нет, я с детства. Папа многократно шампион мира, бобокс, военный. У нас спорт это религия. Это религия. Ты просыпаешь утром, литры в воду, и ноги в руки, и вперед. Бегаем пять километров, делим зарядку. И вернулись в завтрак, оделась, после душа умывался, и школа. Школа спортивная, военная. То же самое, там и странировка, и учеба. Вернулся, поел, спать два часа днем. Днем. Школа закончилась поле второй. И обязательно спать два часа днем. Обязательно. Это без... Хочешь, не хочешь, тебе будет спать. Не дай бог, что увидит, что ты двигаешься. Ну и спать. Проснулся, поел большую корзину фрукт, и пошел на тренировку. Вернулся из тренировки, занимался домашнее задание. Потом сидели, читали, и спали. И второй день вот так. Все. И вот так круглый год. Но ты какие-то результаты спортивно достигал? Да, очень много. Чем ты занимался? И здесь я занимался всех видов спорта. Не просто занимался. Это у нас был закон, ты должен в неделю заниматься три вида спорта. Каждый год ты меняешь спорта. Да. Ну, это как у вас мастер спорта и кандидат в мастер спорта. Мастер спорта и мастер спорта. Но это внутри страна. Но международный. Я был шампионом Африка Бабукса. Юниши. Вот. 15, 16, 17 лет. Параллельно занимался с боксом кикбоксингом. То же самое. Был третий шампион Африка. Ну, четвертый, пятый месяц это не читали. Но я, для пятого месяца, тоже занимался за травмой. И потом у меня появились травмы в голове и шея. Начинала голова держаться. Я бросил. И начинал заниматься борьбой. В школе я занимался моноластом. У вас есть этот монол, который, знаешь, как русалка. Да, да, быстро плавает. Да, пять километров. Тоже я шампион Египта. Египта это очень сильно в такой виду спорта плавает. И очень сильно в гандеболь. Ну, кто знает спорта, они очень хорошо это знают. Гандеболь. Да, и сквэш. Шампионы мира многократно, постоянно, последние 20 лет, это только египтяне. Мальчики, девочки. И как я сквэш тоже очень занимался. Большой теннис я непрофессионально не соревновался. Это я могу, как любой человек. Теннисный стол я очень хорошо тоже не выступал, но я очень хорошо играю в теннисный стол. Большой теннис занимаюсь. Сквэш, это я очень профессионально филовал. Волейболе, баскетбол тоже очень хорошо. Я выступаю тоже среди страны, не международную. Греко-римским борьбаем, многократный шампион мира. И мира даже? Да. Тоже юниши. И потом, у меня были 62. И был худой, и дрежь. Пока обнаружили у меня проблемы по моей физиологии, и у меня не сваривался белок. И вот, и начались меня ферменты отдают, и я резко начинал расти. Мышцы или... Вообще, мое тело, я был маленький рост, очень худой, дрежь вообще. Был 42 килограмма. Худой, как мумия просто. На меня постоянно вздевались, смеялись. Голова большая, с усами такой, о, какой дурак. И еще раз говорю, такой вот, как... Так, и постоянно у меня не хватало воздуха, потому что у меня оказалось, что у меня сердце объем большой, и у меня вырабатывают адреналин очень быстро. Это тоже были болезни. У меня постоянно высокое давление и сердцебиение. Поэтому у меня нельзя жить без спорта. Мне нельзя жить, не могу спать. Поэтому сплю очень мало. Я сплю 4 часа, и все. У меня начинают вырабатывать адреналин и нороадреналин, поэтому нужно принимать успокоитель. И чтобы голова не дергать, электроволна не будет усиливаться, да? Электроимпульсный сигнал, который мозг, ну, нейроны называются, который мозг синтезирует. Они очень высокие, поэтому я был гиперактивным. Я могу разговаривать с вам по-русски, слушаю кто-то по-арабски разговаривает, и пишу по-английски, и слушаю параллельно, например, французский. Я это умею. Скажи, то, чем ты сейчас занимаешься? Я вам не сказал, когда я приехал, не ответил на ваши вопросы перед этим. Поэтому, когда я приехал, у меня не было сложно, что... Мне стыдно, как я буду сидеть на шее, которые люди, которые в гости меня, я приехал. Тем более, согласилась, что она бить жена. Поэтому мне нужно работать и зарабатывать. Конечно, у меня были деньги, я приехал первое время, но я ничего не знаю, надо работать и работать. И благодарность таксиста, я познакомился с очень многими людьми, много иностранцев, номера телефона менялись, и узнал очень хорошо в Москве, узнал много людей, люди стали звонить меня, приезжаю специально в аэропорт, их завел, и зарабатывал вот так деньги. И потом, я каждый месяц летил в Египте, возвращался, с 5 шамадан, там кальян, там табак, там папирус, там такие стыдлитки. И здесь в Москве был черкевский рынок. Черкевский, да. Да. Вот я иду туда, и через час все это исчезает, очень огромные деньги. Ну, например, кальян ты покупаешь в Египте по 3 доллара, а здесь продаешь по 100 бакс. Вот это была та... У тебя 20 штук, а все деньги тебе хватает, все месяца. А через месяц поехал отдохнуть на море, неделю, и покупал товар, и вернулся. А здесь в аэропорте такие были добрые, очень таможенники, они вообще ничего не шарятся. Вот приезжаю, уходишь, уходишь. Не было никаких проверок, как сейчас, вообще очень добрые были люди, и до сих пор добрые. Ну, а все-таки, как ты стал таким большим? Я вообще все время на большой белый. После вот этого разрушения, не нарушения, кто? Обнаружили, обнаружили мою здоровую проблему, и начинал просто принимать этот фермент. И у меня был высокий уровень, гормон рост стал сам по себе, и начинал расти. И, естественно, спорт за мою комплекс, я просто жил в тренажерном зале. Борьба, тренажерный зал, второй день, баскетболь, тренажерный зал, бокс, тренажерный зал. И вот, качал, скачал, скачал, у меня нету ничего другой. У папы всегда говорит, что, хочешь добиться что-то, у тебя, как Аколя, дорога. Когда не будет, ты видишь Аколя, когда она идет, атакует, она смотрит вправо или влево? Нет, не бывает. Аколя, когда она оставляет цель, идет только к вам. И все. она видит вас от 5 километров. И вы ее не видят. Она идет и только идет. И куда вы убегались, они будут падать за вас. Это то же самое, как лев, когда он идет на охоту, на свою жертву. Он бегает за газел, например, да, и вот рядом у него другой газел. Он не будет разворачивать и взять другой газел, который рядом его готов. и все животные и все животные это знают. Поэтому, когда он бегает за кого-то, никто не бегает. Потому что они знают, что лев не останавливает. Только на один цель идешь туда. Чем больше эта цель, жертва, 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 жертва убегает от тебя, тем дальше ты продолжаешь. Потому что в один момент ты точно нападаешь и совершаешь твою цель. Вот. Поэтому я воспитан так, у меня нету такого слова, нет, невозможно. Упал, вставай, продолжай. Это случилось, когда у меня было 10 лет, до моего дня рождения, два дня. У нас деревья такие, манго, высокие очень. Я прыгаю с дерева, с дерева и вызывает меня, чтобы приходить на обид. Я упал, руки сломались, торчит отсюда два костями такие белые, до крови, плачет. Подходит папа так медленно. Что случилось? Я плачу, руки, я не могу говорить, я вижу косты торчат. Ты умер? Я плачу. Еще раз повторяю, ты умер? Я говорю, нет, вставай. Он так медленно разговаривал, уверенно. И мама так орет и кричит, левая. Я вставал, пойдем в машину. Я иду в машину, плачу, конечно, больно, у меня руки висит совсем, три слом. Два с половиной, три метра я упал на руках, маленький ребенок такой. Сказали, открой дверь. Как у меня руки больно, а вторая рака не больно? Ну, я открываю дверь машины, сижу, отвозил в больницу, сразу у меня оперировали. И это было 17 число, сентябрь. В 18 они ко мне пришли. Он спрашивал, как дела? Хорошо. Завтра тебе день рождения. Ну что, пойдем празднуем? Говорю, да, папа. Вот все, сегодня собираемся. И второй день у меня был огромный праздник. И все мои друзья приехали. И я этому ситуацию в моей жизни много, благодарность папа, он всегда говорил, упал, ты же не умер, вставай, продолжай. Поэтому у меня нету страха поменять страну, учиться нового языка, что-то попробовать новую работу, уборщик, мусорщик, не знаю, прихмахер, водитель, охрана, тренер, спортсмен, косметологи, падикюр. Я готов делить любая работа, главное, чтобы не попросить кому-то рублю. Акмал, ты знаешь, видимо, это, наверное, наложило на тебя отпечатать, но и многие, кто о тебе говорят, говорят, Акмал, это очень злой тренер. Ты тоже так со своими клиентами вставай, ты не пришел ко мне и делит для тебя массаж. Ты пришел ли спортивный врач? У меня три образования, медицинское, спортивное образование. У меня опыт большой в сфере спорта. Я добился мировой уровень, я добился свою фигуру, сам, лишнее. Я добился, что я битву, ваша страна, разговариваю, ваш язык и зарабатываю. я добился самое лучшее, как это называть, наимание, наимание, когда человек добывает какой-то уровень, что он лучше всех. Компетенция. Компетенция. Я добился компетенции, самый лучший фитнес-тренер 2011-2013-2013, в России. И на меня писали все журналы, снимали фильмы, несколько документальные в нашем фильме. Снимали много тоже в интернет-сайт. Со мной много артистов России занимались. Это же не просто так, не потому, что я молодец, потому, что я вырос, хочешь, да, хочу. Ты мужчина или кто, да, как Аккори, совершай, вперед, ты и женщин тренировай. Я могу тренироваться дети, инвалид, даун-синдром, и, пожалуйста, взрослые люди, ветеринары, безразность, реабилитация, люди, после ампутироваться, безразности, кто за человек. Анатомия одинаковая, а подходы у тебя разного? Конечно, потому, что у меня магистратура по психологии и физиологии тоже, поэтому разные абсолютно. У меня очень сложно не любить меня. У меня нету понимания зла, потому, что мне из детства каждый выходной день папа нас забрал и мы сидели с детским домом и пенсионерным домом. Убрали там и чистили туалеты, им умывали. У меня в жизни очень-очень много всего благодарность моих родителей вкладывали в нас. Когда я вырос, я это понимал. Я раньше это не понимал, почему они так и сделали. Потом я понимал, дело не в религии какая-то, что мне должно быть совершать добро, чтобы добро возвращать. Нет. Дело в том, что ты создан, чтобы это совершать, чтобы относиться к вам в качестве помочь. Я человек, отец человек. Я вам нужен и вы мне нужны. Я же вашему стороне разговору ваш язык, а вы ко мне проходили нужный мой опыт. А представляете, если бы не было я, вы же не занимались спором? Кто вам убедил? Кто вам уговорил? кто вернулся для вас вашему спортивному духу? Вы же борец. Честно. Конкретно меня я с тобой познакомился, когда мы записывали ролик поддержку Костя. Да. До этого я тебя на экранах видел, как ты Костю тренируешь, в общем, наставляешь. И когда мы с тобой познакомились, я пришел, увидел интересного человека перед собой, и мне как раз то, о чем ты когда ты обращался к людям, говоря о том, что нужно поддержать, мне показалось это очень искренне. И потом мы с тобой остались разговаривать, я сказал, что у меня болит спина, ты видишь, хорошо, сейчас я тебе посмотрю спин. И ты мне сделал какие-то манипуляции с позвоночкой, что я почувствовал себя очень хорошо. и это сразу я тебе поверил как специалисту, хотя вот сам я долгие годы профессионально занимался спортом, кандидат мастера спорта по борьбе, по вольному институту, культурному, даже за моими плечами, но в целом большой перерыв, то есть до 25 лет, а мне 50 сейчас, 25 лет я отдыхал. Пока с тобой не встретился, у меня не было такого импульса заняться спортом. И вот когда мы с тобой начали заниматься, особенно это было страшно трудно, просто я прогнуться не мог, руки поднять не мог. Вот сейчас прошло буквально покажешь потом люди, как ты лежал, не смог. И прошло буквально две недели, я себя чувствую прекрасно, у меня вес состав уже сейчас было и 95, ну сейчас чуть-чуть опять набрал вес, дело не в том, что вес, мышцы растут, а вот талия уменьшается, состояние улучшается, и вот даже некоторые вещи, которые ты предлагаешь делать, я бы никогда ненавидел велосипедный тренажер, это просто что угодно, но не велосипедный тренажер. сейчас ты сделал какие-то там не знаю какие-то действия совершаешь, но мне нравится, я получаю удовольствие от того, что мы занимаемся, и самое главное, когда ты это чувствуешь физически, у тебя появляется энергия, и ты уже все, 8 часов например, я знаю, сумку собираю, я иду, и это большой дар у тебя, я считаю, что это большой дар, а вот эти круговые тренировки, когда ты делаешь, я правда не совсем понимаю, почему ты меня заставляешь с дорожки отжиматься, потом пресс, потом опять на дорожку, потом опять это круговая тренировка у нас в спорте, так я называл, вот, ну здесь каждый раз ты что-то придумываешь такое, я уже думаю, дойду я до конца или нет, вот, и, конечно, я бы советовал заниматься с тобой другим людям, мы с тобой долго говорили о питании, я бы, может быть, хотел побольше узнать, как мне питаться правильно, и самое главное, что меня беспокоит, чтобы результат был долгий, чтобы мы не просто там согнали там вес, достигли каких-то, а вот чтобы это действительно стало образом жизни. Я бы хотел передать сообщение, кто смотрит, и вы знаете, я много всего видел в жизни, и много всего знаю, и разные нации я видел, вы прекрасно очень люди, но не каждый из вас оценивает свою жизнь. Мы все взрослые, и мы все понимаем, что в прошлом время никогда не вернутся, а в следующее время, приезжая в ближайшее будущее и дальнейшее будущее, ты не можешь его без стереи подтянуться к тебе. Но данному времени, в сегодняшнем дне, вы только умеете это время. Постарайтесь максимально в этот день жить его здорово. Здорово питание, здорово дыхание, значит, вот это не надо. Здорово дыхание, здорово мысли, не надо думать в плохом или люди это плохое и это хорошее обсуждаться это, это сделают так, да просто забудь, думайте в другое мысли. И здоровое отношение, просто любите друг другом. И в первую очередь просто люби себя. Чем здоровее у тебя мысли и тело и душа, тем больше у тебя есть богатство и радость и будешь счастливым. Это мой совет вам. Спасибо. До следующей встречи. Всего доброго. Дорогие друзья, пишите в комментариях то, что вы хотите спросить, Акмал будет отвечать у нас в программе в следующее ближайшее время. Египетские силы. Спасибо. Спасибо.